так ну что повыше камера я не тебя спрашиваю сама с собой разговариваю любимый василёк открываем пакетик у меня сегодня немного мы с вами быстро сейчас все посмотрим ты будешь смотреть мои мои заказики так это что-то красивенькое а это туничка туничка красивенькая фисташковый красивый такой цвет приятный приятный так что нам тут пишут туника 50 размер запоминайте производитель иванова тут стали даже телефоны на этикетках писать надо же здорово смотри дочь ну куда разверни маленько камеру сядешь сейчас девочки так так ой каракатица ой каракатица смотрите думаю что темно то и ты молчишь свет опять забыла включить и карман и и она знаете по качеству такая класснючая манжет на рукав на манжете на рукаве манжет капюшон здесь вот такая стоечка на капюшоне шнурочки вот единственно меня всегда смущает не закрасится ли вот черной вот этой вот ткани вот это светлая мы будем пробовать хотя я всегда на 40 градусов стираю не должно закраситься сейчас пойду примерять я на работе сразу примеру да конечно да кстати открывай девочки заказала я себе костюм как у насти помните ей прошлый раз заказывал в этот раз я себе такой заказала хаки цвет надеюсь что на мне будет сидеть не хуже чем на ней сейчас тоже примерю ну что она тебе так классно сидит и хочу чтобы она мне классно сидел вот такая вот худи толстовочка вниз на резиночке она тоненькая такая приятная приятная кстати настя ее уже стирала по моему даже не один раз да стирала стирала уже много раз стирала ее и ничего абсолютно не сделала не сделала киний зеле ну и всего ничего чо не садишь то чо на будет хлопок обычный чо и будет так это пошло медь больше вася опять на улицу потому что чо ну потому что брюки по отрастягиваются вот это коленки вытягиваете канты тонкая ну да есть ли и просто потому что надо когда присаживаешься немножко подтягиваются Ой, мама, это другой костюм чёрный. Это не такой, как у тебя? Нет. Прикольно, я тоже такой хочу. Мне кажется, такой же, как у тебя зелёный, нет? Вот как вот этот? Нет, у меня-то он тёплый. А этот чё, не тёплый? А этот не тёплый костюм. Я же вон тебе тёплый заказывала. Нет, он тонкий. Это другой. Он может сшить так же, но он... Ой, вообще, у Брюкек лёж здесь. Ну, короче, он не такой. У меня вот этот зелёный костюм, он тёплый. У него внутри... Где кофта? Сейчас я принесу кофту. Я переделаю жарко, понимаете, футболку. У меня этот костюм, он тёплый. Вот в нём сейчас ходить вообще не холодно. Без колготок, без всего его можно надевать. У него вот он внутри. Вот это вот белая. Мама, это что у него внутри? Я-то думала, он тёплый. Это флис? А, это флис? Но вот она на флисе. И штаны... А, нет, ну это не флис. Просто какой-то этот, пушистенький такой подклад. Футер, не знаю, как называется, вот. Вот он, он прямо толстый, кофта толстая. И штаны толстые. Капюшоном он. Вот в нём вообще тепло. Я вот прошлую зиму в нём проходила. А этот он тонкий. Он прямо просвечивает. Ну, вот. Но брюки модные, клёш. Я вот бы тоже хотела себе брюки модные, клёш. Спортивный костюм. Из такой широкой большой кофты. И из клёш брюками. Мне кажется, смотрелась бы вообще классно. Вот такой. Ну, посмотрим сейчас, мам. Что там у тебя за костюм? Мне кажется, у тебя этих костюмов уже миллион. Ладно, костюмов много не бывает. Ладно. Платочки какие-то красивые. Ну что? Ну хорошо на тебе сидит, мама. Да. Надо только камеру развернуть. Что-то я расстроилась, что костюм-то не тёплый, чёрный. Я-то хотела его жилеткой. Ну будешь носить весной. Но зимой-то всё равно в жилетке холодно, мам. Ну понятно. Ну да, в принципе, всё, можно потом весной носить. Ну тебе лучше сидит этот костюм. Ну, понятное дело. Ну тебе, потому что штаны больше в обчашку сидят, чем на мне. На мне больше они свободны. Сейчас я Ваську выпущу. Пойдём, Василий. Это уже весь на звезды. Пошли. Теперь цвет идёт. Ну мне цвет тоже идёт. Ну тебе тоже цвет идёт, Вася. Мне цвет зелёненький тоже идёт. Перестрой камеру пока туда поставь. Такой вот костюмчик. Мне нравится. Тоненький. Прям такой хорошенький. Это сорок восемь, девчат, размер. Сорок восьмой. С капюшоном. Капюшончик глубокий. Лучше тебе как? Хорошо, я же тебе сказала этот капюшон. Хорошо? Да. Тебе хорошо. Вообще. Мне нравится. Даже очень. Даже очень. Ну размер в размер, наверное, получается он идёт. Потому что я сорок восьмой сейчас ношу. И костюм тоже сорок восьмой. Ну кстати, он наверное тоже мне с жилетом будет хорошо, да? Ну да, я тоже с жилетом одевалась. Мам, пример с жилетом. Думаешь? Угу. Ну давайте примерю с жилетом. Сейчас. Сейчас. Видимо блестит прикольно. Да, я его ещё ни разу не надевала. Мне тоже надо блестяще было купить. Это жилетик, знаете, мама мне на день рождения дарила денежку. И я поехала и купила себе этот жилетик. Это турецкий жилет. Ой, у тебя классный жилет. Надо было мне тоже такой взять. У меня длиннее. У меня тоже похожая модель, но он у меня длиннее прям конкретно до колен. Ну у тебя вообще другое. Вообще до колен взяла, зачем-то надо было покороче брать. Мама, ну где ты вот была, когда я бы купала жилет? С тобой была? Так-то. Что ты не сказала? Ну какие твои годы? Купишь ещё такой. Да правда. Какая разница? Ну чё, как с жилетом? Ну хорошо, конечно. Хорошо? Конечно. Что у меня свободный сильно стал? У меня вот я так же одеваю, у меня такой свободный жилет. Нет, смотрится хорошо. Я тоже так ощущаю, что он свободный и как-то не по себе. Ну я потому что ещё думала, что я его буду с тёплым костюмом носить. Буду вот и с тоненьким тоже одевать. Потом ещё тёплый себе закажу костюм. Тёплый тоже нужен. Не обязательно же его с жилетом носить. Ты же его и без жилета носишь. С курткой одела, с пуходиком и всё. Ложи? Ну конечно. Ну вот так, девчатка. Так, пошла тунику померю. Давай. Так, а ты уже там чёрный достала. Давай чёрный, давай. Я его сейчас одену сразу. Ну прикольненький так-то. Мне нравится штаны, кстати. Кстати, что я хочу сказать. Я расстроилась, когда Настя сказала, что костюм тонкий. Но он не тонкий. Он, конечно, без начёса, как Настин вот этот зелёный. Но он гораздо плотнее, чем тот зелёный, который я сейчас сняла. Тот совсем тоненький. Такой, знаете, на весну, на лето, на раннюю-раннюю осень. А этот такой достаточно плотный. Он с начёсом идёт. Вот я вам сейчас его на левой стороне покажу. Хороший какой костюм. Мне нравятся широкие вот эти трубы, брюки, гачи трубами. Свободные карманы. Кстати, оба костюма в 48-м размере. И тот, и этот. Но этот посвободнее сидит, чем тот. Хотя тот тоже как бы нормально. Ну, мне нравится. Хороший, да, дочь? Надо было мне кроссовочки надеть. С кроссовочками. Чё-то я на бусу ногу. Пойду к за кроссовками. Мама. Я быстро. Стильно смотрится. Так. Ну, чё с кроссовками? Вообще по-другому смотрится. Поправь пятки там, справа. Чё ж за это вается? Ну, и ничего страшного. Кроссовки, кстати, мне Настя на день рождения тоже подарила. Подальше отойди, не видно. Удобные такие. В общем, я довольна, девочки. Классно. Сейчас жилетом померю. Дети нагулялись. Заходите, девушка. Так что я зря расстроилась, что костюм тонкий. Костюм нормальный. Само то. Чё ты мне не скажешь, что я медальоны не сняла? У нас на столе уже такой бардак. Рыкзак тебе сейчас нужен. У меня, кстати, есть. И шапка чёрная. Ну, не обязательно чёрная. Нет, рюкзак не такой нужен, кожаный. Как у меня. Ну, и пузырь не нравится. Нормально смотрится. Нет там пузыря. Чё ты кажется. Ну, вот так, девчата. Мне нравится. А вам? Пишите в комментариях. И опять без микрофона. Надеюсь, вам там всё слышно, что я говорю. Опять сейчас звук будет у меня прыгать туда-сюда. Хочу сказать. Высокая, хорошая посадка у брюк. Прям вообще классная. Резинка высокая, карманы глубокие. Вот это очень удобно. Можно кофту ещё и вот так. Тоже хорошо. Ну да. Ну-ка, покажи, почему они да. Да, посмотрю. Вернется. Эти сильно широкие штаны для этой туники. Сама-то что-то узенькая. Ну, а цвет приятный, да? Такой. Длина рукава прямо вообще суперская. Да. Ну, это 50-й размер туника. Так, убираем этикетки. Тунику однозначно я себе отставляю. Сейчас я с другими брюками надену. Капюшон маленький. Капюшон малюсенький совсем. Мам, иди переодевайся. Здрасте. Вам показать Настю? Я встала. Сидяюсь. Я вам сейчас Настю покажу. Стоять, ждать тебя. Посмотрите на это чудо. Это мой оператор. Три раза. Одну и ту же комнату перетела. Я уже устала стоять. Хочу полежать немножко. Там просто я в кадр попадаюсь и не попадаюсь. Давай, настраивай на меня. Так, ну вот так вот мне нравится, девочки. Да? Даже жалко ее дома носить. Я ее заказывала для дома. Когда прохладненько дома, чтобы ее надевать. Но мне кажется, ее вот так одел и пошел. Да, дочь? А? Как тебе? Что скажешь? Ну, не знаю. В смысле? Не нравится она тебе? Так она... Ну, вроде неплохо, но вот мне кажется, простовата. Простовата? Да. Все-таки для дома лучше, да? Ну или просто вот как-то... Не знаю. Может она мне просто большевата? Может она тебе хорошо? Я с какими-то другими штанишками. Просто с леггинсами, наверное, да? Не с черными. Не с черными? И не с вот этими. Ну, тут в принципе, смотри, черная отделка на кармане. Не, она хорошо сидит так-то. Ну, мне нравится. Такая прям... Освежает так хорошо. Ну да, цвет красивый. Опять же с жилеточкой надо померить. Я чувствую, что это будет отдельное видео-примерок. Нет, отдельного видео не будет. Ну, вот жилеткой прикольно смотрится. Ну-ка, повернись. Вот жилеткой классно. Вот так хорошо. Так хорошо? Да, вот так уже непростоват. Рюкзачок? Да, вот так уже получше. Вот рюкзачок мой, на прикинь. Ну, ты мне под цвету не подойдешь. Почему он подходит под цвет? Нет. Мне вообще все говорят, Настя, ты где такой рюкзак купила, да? Где такой рюкзак купила? Я тоже такую хочу. Я говорю, да? В секретном месте, но больше таких нет. Настин рюкзак. Это не серьезно уже для моего возраста. Ну да, классно смотрится, конечно. По цвету вообще прикольно. Так стильненько. Так стильненько, так голосненько. А где шапка моя бежевая? А мне еще шапку бежевую надеть. Я их и уголала. Да? Я еще сейчас 30-го числа иду на стрижку. Я опять сделаю себе короткую стрижку. В этот раз обросла очень сильно, потому что перепутала числа. Мне надо было на 3-е число записаться, а я на 30-е записалась. Поэтому видите, я какая уже с косами. Что говоришь, жилетку за стеной нормально? Ну, все, теперь тебе надо ждать весну, чтобы ходить модной, стильной. Да, да, да. Зима придется пережить уж так. Так что... Мне даже нравится, что вот этот кусочек здесь торчит. фисташковый. Да? Да, да. Нормально с матерью разговаривали? Вот эта футболка у нас 48-й. Это бабушкина. Ой, она мне бы тоже хорошо подошла вообще-то к моему костюмчику. Получше смотрится, мам, чем твоя. А? Вот эта белая футболочка на мне лучше смотрится. Кстати, это бабушки футболочка. Я в курсе. Я говорю, мне она больше подходит. Надо тебе заказать. Она, кстати, такая классная. У меня аж такая же футболка. Я ее просто обожаю. Такая она прям веселенькая. Вроде как ничего такого особенного, но вот разного оттенка цветочки, они подходят абсолютно под любой низ, любого цвета. Я как-то ее примерила. Да, и вот на белом фоне так хорошо освежает, да? Так, примерь. Возьми вот с этими брюками, примерь. Так, дальше. Я в твоей футболке как бабка. Мама. Ну, а ты под цветом? Она мне под цветом вообще не подходит. Ну, мне просто в ковке жарко. Примерь вот эту футболочку. Так, а это голубая, это ночнушка. Мама, это твоя, да? Да, давай я ее сразу примерю. Прикольная такая цвета мерка. Угу. Ты мне сказала, что ты только себе все назаказывала. В итоге футболку все равно бабушке заказала. Ну, бабушке заказала. Дай померю. Или ты хочешь примерить? Я уже сама померю. Она, по-моему, на тебя больше подходит. Хотя 50-й вижу размер. А что-то она маленькая какая-то совсем. Мне, наверное, тоже будет маленькая. Так вот я сегодня примерю. Давай я померю. Девчонки, она как платьишко домашнее. Смотрите. Это ночная сорочка. Вот платье и платье. Но здесь хлопок, стопроцентный хлопок, конечно, оно подрастянется еще, потому что стопроцентный хлопок без лайкры, конечно, он немного деформируется. Ну, а так вот оно, конечно, она, конечно, классная. Здесь фигурный вырез по ножке идет. Жирафики такие. Кто там еще? Авокадо, да? Или кто там? Что там? Авокадо? Хорошенько. Мне нравится. И расцветка. Мне понравилась расцветка. Прям хорошая. У тебя под тапочки. Да, под тапочки мне. Ну, в общем, вот так. Даже всю помаду стерла, пока примеряюсь. Девчонки, надела этот костюм еще раз с кроссовочками. А то как дурочка в тапочках. Решила с кроссовочками еще примерить. Вот с кроссовками классно. И у меня еще есть светлые кроссовочки, тоже будут хорошо, да? То есть те вот с золотыми такими этими. Будут тоже хорошо смотреться. А жилетку-то мерзлась с тем костюмом? А что-то не помню. По-моему, да. Ну, давай еще раз померю. Ой, мам, жилетка твоя везде засветила. Ну, что уж гулять-то гулять. Кроссовки, подарок от дочи, жилетка, подарок от мамы. Костюм от любимого Василька. Так вот с миру по нитке и принарядилась. Ну вот, с кроссовочками вообще будет замечательно, да? Да. Все, мне вообще нравится. Тебе? Да, хорошо. Хорошо. Я так же одевала. У нас кроссовки-то одинаковые. Да. Настя в танго покупала себе эти кроссовки, и потом мне еще купила такие же. Вот на день рождения сделала такой подарок. Я хотела эти кроссовки купить, и она говорит, мам, я тебе подарю. И подарила. Как хорошо, так, как хорошо, так хорошо, и так хорошо. Все, я довольна. Прям очень. Вот этим костюмом вообще довольна. И черным костюмом очень довольна. Преочень. Вообще всем довольна. Любимый Василек. Спасибо. Но это еще не все. Что у тебя еще? Продолжим. Я хотела вам показать этот черный костюм. Изналочную сторону. Смотрите. Видите? Начес. Начес. Не знаю, видно или нет. Ну, потому что видно. Так что он не тонкий. Он нормальный такой. Толстенький даже, я бы сказала. Такое ощущение, что здесь эластан добавлен. Потому что он такой, знаете, прямо гладенький такой. Иди к Насте ложись. С Настей побежим. Дальше. Что это? Это бабушкин. А, мне же косыночку еще прислали. Я еще косыночку заказывала. На лето. Иди к Насте ложись. Иди к Насте ложись. Не на салфе. Вот только это косыночка. На голову. Вот голубенькая. Просто хотела, чтобы были разные. У меня та косыночка с предыдущего заказа с мелкими розовыми цветочками. Такие розочки. А это вот такая вот, смотрите, какая хорошенькая. С голубенькими. Мне нравится, что размерчик такой вот, не большой, не маленький. Нормальный. Само то. Само то. Доченька угорает над мамой. Так, чего еще? Носочки. Мои любимые носочки. Тоненьких почему-то уже не стало носочков. Я все свои пораздарила. Вот с каждым заказом в любимом Васильке я заказывала по одной или по две упаковки хлопковых носков. Все, девчат, нет вообще. Ну, то, что в носке у меня те, конечно, есть, а которые новые были упаковочки, все. Все поразлетелись. Вот просто вот ни одной нет в запасе. То Настя приедет, возьмет, то поеду в гости кому-нибудь подавлю. И то ко мне кто-то приезжает носочки. Ой, все, оказывается, все так любят носочки. И вот эти упаковочки, они же такие еще хорошенькие. И все, короче, у меня в подарках. А это я заказала носки тепленькие. Тебе, кстати, надо теплые? Это хлопок, полиамид и спандекс. Они тоже с начесом внутри. Вот, с начесиком. Короткие такие вот носочки. Но хорошенькие. Какой цвет? Здесь, смотрите, есть вот такой бордовый. Три штуки в упаковке идет. Черные и синие. Ну, вот по всему, я пока не буду. Так, из петли. Мазимы, тепленькие. Да мне пока не надо. Надо длинные. Длинных нету. Там почему-то все короткие. Куда длинные подевались, сама уделяюсь. Потому что она сейчас модно короткие. Ну, я знаю, что сейчас модно короткие. Если есть ботинок неудобно, то они у меня такие, какие-то длинные поднимаются. Ну, конечно. А, ну и вот славочки еще я своей девочке, знакомой заказала. Славочки на какой она размер? Это 50-й, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, вот чисто визуально, мне кажется, маленький будет на 50-й. Это размер какой? Это 45-45. Да, кстати, это 5XL. Написано 52-54, но они, наверное, на 46-48. То есть, они небольшие. Вот такие вот. Давайте я вас к себе поближе пододвину. Это вам, наверное, плохо видно. И ты лежишь, ну лежи. Вот такие, девчат, планочки. Потом вот такие синенькие. Кстати, вот эти хлопок, а вот эти бамбук. Размер, ну, она все размеры одного, по-моему, заказывала. Все 52-54 заказала. Ну, мне кажется, они маленькие будут. Потому что белье прям сильно мало мерить. Наверное, размеры на 3. Хотя вот эти хорошо тянутся. Они такие тоненькие. Ну, бамбук это или нет? Что-то я, если честно, сомневаюсь, что это бамбук. Мне кажется, здесь больше какого-то эластана, чем бамбука. Потому что у меня вот бамбуковые есть лавочки. Они немножко, мне кажется, другие по составу. Ну, в общем, вот показываю, что есть. Вот такие вот. Они вот идут на кокетке. Вот здесь. Я думаю, что это 46-48, не больше. А вот эти большие. Размер такой же. Смотрите. Здесь вот такая резинка идет. Сами хлопковые и кружевные. Кружавчиками, отделами. Здесь вот здесь. Немного копий. Смотрите. Вот эти чисто визуально побольше. Так, беленькие. Это что, тоже бамбук? Вот, кстати, вот белые больше похожи на бамбук. Вот у меня такие же. Ну, они не такие, но на ощупь ткань. Вот именно такая же. Она тонкая и приятная. А вот эти синие, кстати, неприятные. На ощупь такое ощущение, что там синтетика галимая. Честно говорю. А вот эти вот прямо приятненькие. Вот эти ей, наверное, будут как раз. Вот такие прям хорошие плавочки. Так, они называются Model Bambook 200. Артикул 207 белый. Одинаково, если не белый. Нет, они разные. Синие вообще другие. Так, вот такие цветастые. Я вот почему-то не очень люблю плавочки вот в цветочках во всякие. Мне больше нравятся однотонные. Хотя вот тоже вот яркие как-то вот они, приятные глаза, да? И здесь тоже бамбук, но вот эти, кстати, тоже ближе по качеству, как вот эти синенькие. Как вот эти вот. Видишь, они как больше как синтетические такие, да? А вот беленькие, потрогай, вот они чувствуются, что там было. Здесь такое пастельное белое синтетическое, которое обнетится все. Да-да-да, да-да-да. Вот белые хорошие плавочки. Мне понравились. Смотрите, вот такие вот. Так, и еще одни. А, ну это такие же в точности, как синие и как вот те цветастые. Ну, кстати, вот эти тоже на ощупь как беленькие. Вот эти больше тоже на бамбуковые похожи. Однотонные просто. Так, ну все. Все. Так, Викуля, жду тебя за плавочками. Плавочки твои пришли. Так, ну и все, девчат. Это мамина футболка моя любимая. Так, мамуля, футболочка тебе пришла. Привезу. Так, цены. Так, носки 51 рубль. Так, ну трусишки здесь, девчата, цены, я вам так скажу. Самые дешевые 59 рублей это белые. Так, 87 рублей все остальные. И лиловые 90. Ну, в общем, вот так. От 59 до 90. Так, косыночка 31 рубль. Костюм черный лайк. Футер петля 2240. 2240. Ну, он реально классный, девчонки. Костюм прям вот рекомендую. Хороший. Если они еще есть в продаже, смело берите. Хороший костюм. Так, жираф и сорочка женская 348 рублей. Она у меня 50 размера. Так, костюм хаки вот этот. 1260, 48 размер. И туника фисташка, фисташковая 969 рублей. 50 размер. Все. Мамина футболочка 516 рублей. 48 размер. Ну, все. Кстати, футболочки вот эти, они тоже, если любите посвободнее, то лучше брать на размерчик побольше. Если любите, чтобы прямо вот впритык было, то можно размер в размер. Почему так? Так, ну все. Я очень буду надеяться, что вам это видео понравилось. Если это так, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями. Может, кто-то тоже решит заказать себе обнову в любимом васильке. А любимому васильку огромное благодарю. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. И до нового видео. Ты что делаешь? Да, что делаешь. Ой, тебе нравится. Батарея сделала. Что, красишься прямо? Нет, мама, я просто так. Я думала, ты так смотришь. Да, это немножко. Это, кстати, поберлик. Я, кстати, в курсе. Ну, оттенки прикольные такие. Мне золотой там нравится оттеночек. Я сначала светлый наношу, там белый практически. Не практически, а белый. Я его просто как тон, а потом золотым, а потом уголочки темненьким. Да, я вот так не накрасила. Сейчас писается. Пошли чай пить, короче. Время уже, мы с тобой, время уже сколько? Сколько времени? Часов шесть. Мы с тобой еще даже не ужинали. Пойдем, что мы перекусим. Все, девчат, пока-пока. Пока-пока. Нормально, скажи пока-пока. Пока-пока. Маме не нравится, как я говорю пока-пока? Мам, ну мне что, еще третий раз сказать? Пока-пока. Так, ты плохо попрощалась. Скажи еще раз пока-пока. Ну, ты серьезно? Пока-пока. Дурим, дурим, девчонки, дурим. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok